И всем привет, ребят, с вами MrBak, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик внезапно появляется с разговорной тематикой, с анонсиком нового ивента. Сегодня у нас пятница и вдруг никто не ждал и у нас появляется новый ивент. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч тонкоина. Для этого у нас трогеры в аккаунте, кстати, у нас личный тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Появляется у нас новый ивент, который называется Постройка-Постреляйка. Представляем вашему вниманию новое увлекательное игровое событие Постройка-Постреляйка, где вы помимо игровых навыков сможете применить свою интуицию и логику и сразиться с другими игроками на специальной игровой арене, сокрушая базы соперника и получая ценные награды. Есть у нас какой-то сайт события, пока что написано скоро, ну и что здесь будет? Сайт события станет доступен после его начала 17 мая, первый матч стартует 20 мая, последний матч завершится 3 июня. Как играть? Для того, чтобы принять участие в игровом событии Постройка-Постреляйка, вам необходимо авторизоваться на сайте купить пас за 700 тонкоинов. Дальше у вас открываются миссии, после приобретения пропуска вам необходимо проходить специальные миссии в игре по одной миссии за один игровой день, выполняя которые вы получите возможность построить свою базу, разместить на ней танки, сразиться в матчах с другими игроками и заработать очки события. Каждый день по одной заданке и получаете по одному эпическому ключу. Дальше, матч. На протяжении всего события каждый день вы можете посразиться в специальном матче на сайте события. Сайт события пока что не открыт. Так, что надо делать? В рамках каждого матча у игрока будет своя база и набор танков и бонусов, которые нужно будет на ней расположить. Игровое поле представляет собой квадрат 5х5 клеток, состоящий из двух баз, фиолетовый и красный, и пространством между ними черное. Все игроки участники события перед каждой битвой будут разбиваться на пары. Если количество игроков нечетное, игрок без пары выигрывает. Игрокам предстоит расставить по своим базам три танка. Огнемет, смоки, рельса. Черное поле является местом сражения, если игроки достигают друг друга. Каждый игрок может расставить на этом поле свои ловушки, препятствия для соперника и бонусы. Бонусы. Мина. Принцип работы, наступая на мину, танк соперника взрывается и не двигается дальше. Короче, это минер, какой-то минер, саперчик. Размещение. Разместить мину можно на линии возле базы соперника. Принцип работы, он выполняет роль стены. О, джаггернаут какой-то еще. На пути танка есть джаггернаут, он не пройдет дальше. Если с обеих сторон джаггернаута движутся танки, они остановятся перед джаггернаутом и не сразятся друг с другом. Размещение. Игрок может купить джаггернаут и поставить его на одну из центральных танков. Боже, что за приколы тут? Я в шоке, ребятки. Что это такое? Что это за игра? Двойной урон. Принцип работы. Подбирая ящик, который может нанести этот танк, увеличится в два раза. Разместить ящик двойного урона можно на линии рядом со своей базой. Принцип работы. Подбираю. Так, еще броня есть. Разместить. Так, хорошо. Для того, чтобы началась битва, необходимо расставить на поле все три танка и по желанию любые бонусы из препятствий. Если на одной линии по вертикали окажется ваш танк и танк соперами, произойдет бой. Каждый танк выигрывает другой тип танка и проигрывает третьему типу танка. Огнемет выигрывает смоки, проигрывает рельсы. Смока выигрывает рельсу, проигрывает огнемет. У рельса выигрывает огнемет и проигрывает смоки. Так, ну и я понял. Хорошо. Схема понятна, как это работает. Хорошо. Если ваш танк победил, он движется дальше, но его урон снижается в два раза. Если ваш танк проиграл, он не движется дальше, танк уничтожен. Если ваш танк проехал по линии и не встретил сопротивление, он наносит 16 единиц урона. Если ваш танк проехал по линии и победил вражеский танк, он наносит 8 единиц урона. Если ваш танк, то понятно, 0. Количество урона по всем линиям суммируется. Если вы нанесете больше урона в базе соперника, побеждаете и получаете больше очков. Очки. Каждый день с рестартом. Сверхуров в 5 часов будет проходить бой против базы другого игрока. Игрок, победивший в матче, получает 170 очков. Игрок, проигравший, 50. В случае ничьи 70. В конце события полученные очки можно обменять на призы в специальном магазине события. Кроме получения очков за матч, игрок сможет приобрести специальный набор очков, чтобы получить больше призов. Так, ну и призы теперь. Очки понятны, это все понятно. Так, после окончания события игрок сможет обменять заработанные очки на игровые призы. Для этого игроку достаточно выбрать приз на сумму, не превышающую сумму в его инвентаре. Так, обычный ключ, рельский ключ, эпический ключ. Минер, мамонт, арес, титан, подрывник, хоппер, корек, васп. Шафт, лечение, гаусс, гиперскорость, дробовик, рельса, гиперспространственные снаряды. Рельса, весник смерти, рельса, дестабилизация, рельса, крупнокалиберка, рельса. Миномет, рой, скорпион, торнадо. Гиперскоростные нагрома, нанотех, гром, строгая погрузка припасов нагрома. Вакуумные боеголовки, страйкер, вакуумные боеголовочки. Вот это уже интересик. Фаустик! Интересик! Интересик! Упорядочная боеукладка, разрывные снаряды. Прорезиненные снаряды, автопушка. Прорезиновый на вулкан. Гелиус. Турбоускорителен для твинса. Охотничий дуплет. Блондербас. Адаптивная перезарядка для молота. Электропушка. Кризис! Эффект магии на рельсу. Броник. И легендарный ключ. Ну ничего такого прям необычного я не ожидал. Если честно. Что-то какой-то даже контентик походу. Походу контентик подвезли нам, ребяточки. Прям рабочий контент и рабочий ивентик. С супер призами. Я прям немножечко в шоке. Да. Вроде как даже выглядит интересно. Какой-то морской бой будет. И возможность подлутать очень вкусненькие устройства. Крутяк. Крутяк. Я не ожидал. Честно. Я не ожидал, что такой ивент появится. Но уже получается, когда? Через неделю. Да. 17 мая стартует. А. 17 мая появляется сайт события. И первый матч стартует 20 мая. Что вы думаете, ребяточки? По этому поводу напишите. Напишите все свои мысли. Я немножечко в шоке. Это выглядит круто. Это выглядит интересно. И это выглядит необычно. Очень необычно. Посмотрим, что из этого всего дела получится. Будет интересно поучаствовать в этой всей движухе. Да. Поэтому пишите, что вы думаете. Обязательно поддержите видос лайком. Давайте попробуем собрать максимальное количество лайков на этом видеоролике. Если вы считаете, что разработчики неплохо постарались и решили сделать очень интересную движуху. Ну и пишите свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И участвуйте в розыгрыше. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Ждите. Сейчас уже буквально видеоролик, если выходит. Оп-оп. Полчасика. И мы вылетаем со стримом. Поэтому присоединяйтесь на стримчик. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok